на часах ровно 7 а это значит что наступило утро нового дня и доброе утро с вами сегодня артем андрановский александр карнович и сегодня 8 августа в принципе потрясающий день для того чтобы начать проживать его по-новому эмоционально чувственно и просыпаясь чашечкой ароматного кофе с хорошим настроением или чая знаешь любители бывают разные но да действительно такое утро просто не может не быть бодрым потому что только посмотрите это голубое небо пока что ни единого облачка симферополь уже постепенно стартует свой будничный ритм потому что вот уже слышно как движется автомобиль а главное что на нашей смотровой площадке видно ну практически все ну а еще больше мы вам не только покажем но и расскажем например я предлагаю сейчас перейти к новостям вот расскажу тебе про севастополь артем массовый образ нечистот в море зафиксировали в севастополе возле пляжа голубая бухта и парадокс том что его закрыли еще в 2017 году но тем не менее люди продолжают там купаться так значит вот там все эти нечистоты получать сплавают но люди заходят в воду их не останавливают ничего да ну видимо да и какие меры предпринимают власти города и что говорят ученые выяснила анастасия соснина семья павлык каждое лето приезжает на отдых в севастополь давно облюбовали это место рядом с диким пляжем голубая бухта у них дача и рядышком там канализационные стоки в воду выходят вы об этом не знали мы знали об этом да но труба выходит по моему намного дальше и я не помню сколько метров дается в море учитывая то что это открытое море то она помог кстати течение в другую сторону однако вода часто становится мутной появляется и неприятный запах причина надлом в канализационной глубоководной трубе он произошел еще 16 лет назад и до сих пор нечистоты загрязняют море вредоносные бактерии попадают воды из канализационного коллектора визуально эту трубу увидеть сложно она лежит на дне море ее длина от берега составляет три с половиной километра а глубина порядка 100 метров а сам надлом глубоководного отвода произошел на расстоянии 750 метров от берега и оттуда сейчас выходят нечистоты большинство отдыхающих о проблеме никогда не слышали как и о том что территории с 2017 года закрыты для купания нет не знаю первый раз от вас лучше глубоководную трубу в бухте казачья проложили более 40 лет назад она пропускает 70 процентов канализационных стоков всего города сама конструкция вреда не наносит и вот повреждение привело к масштабным последствиям этот выброс мы видели со спутника еще в четырнадцатом году и в пятнадцатом шестнадцатом годах наш институт сделал четыре экспедиции в этот район он находится в том же состоянии что и лет пять назад и зависит в основном не от состояния трубы от состояния от количества слива который в эту трубу поступает результаты исследования специалисты не раз передавали в органы власти однако реакции не последовало новый губернатор севастополя обратил внимание на проблему я так понимаю просто все готовились к тому что будет реконструкция глобальная кос южные в том числе глубоководного выпуска с тех пор никому не приходило в голову посмотреть что там на самом деле происходит пока печально известные фотографии не появились со спутника в сети интернет как только это появилось сразу поставил задачу чтобы посмотрели что происходит опустились соответственно серьезный прорыв существует несколько версий поломки сейчас специалисты приступили к детальному обследованию могло рыболовно труд судно сети с донным тралом и зацепить эту трубу мог произойти разлом из-за того что резкий перепад глубин вместе разлома вот и труба могла сломаться от от напряжения работа будет выполняться под водой потому что будет устанавливаться какая-то ремонтная муфта или ремонтных комод но это выяснится после сегодняшнего обследования на устранение поломки выделили миллион рублей работы планируют завершить до 16 августа анастасия саснина александр бусиаров новости 24 севастополь маленькая разминка для мозгов такая утренняя и для наших телезрителей и для тебя александр я начинаю продолжаешь лукоморья дуб зеленый золотая цепь на дубе том днем и ночью кот ученый ходит по цепи кругом идет направо песню заводит налево сказку говорит ничего себе когда же на строчку больше ну совершенно правильно но я не просто так начал именно с этой сказке а все потому что в детском парке есть известное место где находятся сказочные герои как раз да поляна сказок и вот прямо сейчас эти герои на наших глазах начинают оживать но более того сейчас проходит реконструкция парка она продолжается и как продвигается работа расскажет уже наш корреспондент все для детей именно с таким девизом евгений сахаров трудится восстанавливая сказочные фигуры за несколько лет они заметно постарели погода и постоянный активный контакт с юными посетителями парка оставили свой след изначально автор не рассчитывал на такие нагрузки поэтому площадка была закрыта и допустили детей разрушение пошло гораздо быстрее поэтому надо укрепить конструкцию чтобы как минимум 50 лет она простоя то есть сказочные персонажи должны прожить долгую почти человеческую жизнь чтобы добиться этого нужно учитывать каждую деталь все фигуры по-своему уникальны герои старых добрых произведений александра сергеевича пушкина создали в детском парке настоящий сказочный уголок в скором времени маленьких гостей встретят обновленные фигуры бабы-яги кота ученого русалки которые на ветвях сидит но наверное самая значительная фигура это голова богатыря светогора раньше с помощью специального секретного механизма который находится внутри исполинские глаза светились а изо рта шел пар а жизнь светогор как и другие фигуры должен уже сентябре симферопольцы ждут окончания реконструкции а пока есть время напомнить детям о героях пушкинских произведений и сфотографироваться с ними с уральской тайги лаврентий приехал он там живых волков видел а здесь он только вот игрушечного а андрюша приехал с москвы и всех героев сказок знает и очень интересно то что это выполнено именно в роли мультиков детям там нравится родителям там нравится мы ждем с нетерпения когда откроется детском парке восстанавливают и аттракционы снимают старую краску выравнивают поверхность чтобы ни одна шероховатость не нанесла травмы ребенку это аттракцион веселые горки вот он довольно таки старый 89 года поэтому его надо сейчас хорошо зачистить зашкурить покрасить это все не так быстро делается надо каждой детали уделять очень много времени на очереди качели и карусели краска в летнюю жару высыхает быстро и привести их в порядок планируют к осени этот паровозик излюбленный аттракцион всех детей совсем скоро и его начнут реставрировать чтобы обновленный состав вновь курсировал по детскому парку в администрации парка внимательно следят за работами отмечают что реставрация не ремонт а более сложный процесс хорошо что мы запустили такую масштабную реконструкцию потому что некоторые скульптуры могли представлять в принципе представляли определенную опасность для здоровья а в частности такой с богатырем на него многие взбираются не только дети но и взрослые все аттракционы и сказочные герои встретят посетителей парка в обновленном виде уже в середине сентября вероника пасековская максим турчев новости 24 а если вдруг кто-то не успел ну или прогадал с романтичным подарком у меня для вас есть хороший совет в совсем скоро в августе пройдет крупнейший звездопад который смогут наблюдать буквально все крымчане очень романтично слушаю нас такое утро какое-то сегодня именно вот по-другому и не скажешь настраиваемся может быть уже на завершение рабочей недели конечно еще пока оно будет не скоро но тем не менее уже по крайней мере не понедельник тоже рада ну так вот пройдет это все 12 13 августа так что как раз есть время освободить вечерок скажем так одолжите друзей плед им предварительно конечно не сказав о звездопаде потому что иначе они попросят при отцами ну а главное убедиться что небо будет чистым из хорошего главное запланировать и быть готов но надо быть готовым к тому что луна может закрыть вот я насколько понимаю да там обзор даже облака элементарно погода же бывает разная безусловно но о том какая погода будет сегодня не только в симферополе а на всем полуострове мы можем узнать из нашей следующей рубрики а и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Что может быть красивее полуострова с высоты птичьего полета? Наверное, только вид нашего города с крыши жилого комплекса «Альфа». Да, действительно, во-первых, высота колоссальная, просто сидим выше Неаполя-Скифского, видим далеко, ну, а во-вторых, вот эта зелень летнего Симферополя не может не радовать глаз. И несмотря на пыль, на пробки, на многие проблемы растущего города, да, с этой высоты видим изумрудные кроны деревьев и понимаем, что Симферополь все еще цветет, все еще тепло и все еще лето. И предлагаем вам самим в этом убедиться, выйти вечером на прогулку, а может быть, зайти в какой-нибудь театр, либо кинотеатр, потому что, сколько я знаю, что сейчас просто-таки театры уже не работают. Сезон пока премьер закончился, готовятся ребята к новому сезону, но что можно увидеть в кино, мы вам покажем прямо сейчас. Поиск анапланетян. Решение космических задач. Калейдоскоп интересных фактов. В детской библиотеке филиала на улице Залеской пройдет викторина «НЛО летит к планете». Начало в 13.00. На больших экранах премьера документального музыкального фильма «Би-Ти-Эс. Открою свою душу». На следующий день после окончания концертного тура популярная южнокорейская группа собирается на одной из парижских крыш. Необычная обстановка располагает к откровениям. Каждый участник коллектива делится личными историями и впечатлениями. Также в кинотеатрах американский анимационный фильм «Король лев». Действия разворачиваются в африканской саванне и повествуют о молодом и храбром льве по имени Симба, который потерял своего отца Муфасу из-за коварства родного дяди. Герои, знакомые с детства, живут на экране и заставят прочувствовать все с самого начала. «Руслана и Людмила. Перезагрузка». Мультфильм, который порадует не только детей, но и взрослых. История любви главных героев захватывает внимание зрителей с первых минут, а вечная борьба между добром и злом затрагивает тему искренних чувств и их могущественной силы. Руслану предстоит доказать всему миру, что настоящая любовь сильнее любой магии. На больших экранах продолжается показ боевика «Форсаж Хоббси Шоу», что, как ни угроза семье и близким, может стать поводом для примирения двух заядлых врагов. Люк – агент разведки США, Декарт Шоу – шпион британских спецслужб. Такие сильные и непохожие. Смогут ли они объединить усилия и дать отпор трудностям? Ну, я надеюсь, что жителям полуострова удалось насладиться в полной мере морем в этом году. А вот, Артем, скажи, ты сколько раз уже успел искупаться? Слушай, честно, купался я ни разу. Откровенно, единственное мое знакомство, точнее, моя встреча, рандеву с водой, были, когда я учился на Экстрим Крыме кататься на винсерфе и где-то 500 тысяч раз упал в воду приблизительно. Но плавать не плавал, купаться не купался, потому что, ну, как-то вот... Это особый менталитет какой-то крымчан, когда они живут около моря в часовой, двухчасовой доступности, а то и то ближе, и при этом так редко все-таки заходят в воду, наслаждаются этим. Ну, а тем временем 6 крымских и 4 кубанских курорта составили десятку самых востребованных мест отдыха у туристов на море в сентябре. А я, знаешь, могу объяснить, почему вот туристы приезжают с удовольствием купаются, а крымчане просто приходят на море и наслаждаются. Потому что ты смотришь на всю эту гладь, слышишь шум прибоя, этот легкий бриз и думаешь, какая красота. И этого достаточно порой. Ну, в моем случае так точно, но если уже продолжить, а то какие города все-таки самые популярные у туристов, которые взяли уже билеты на сентябрь месяц, так это Ялта, Феодосия, Эфпатория, Алушта, Судак и Севастополь. Ну, в принципе, классическая схема. Ну, в принципе, все сходится с тем, что я говорю. Везде красиво. Везде красиво. И при том, что если Эфпатория приезжает своими красивыми улочками, то в Судаке это потрясающие виды, как, собственно, и в Ялте. Но если мы уже говорим о красоте, то нам хочется рассказать вам о красоте немножко другого рода, но больше знает Татьяна Балакин. Улитка-терапия, пилинг рыбками, ванны из сена и даже массаж кактусами. Чтобы хорошо выглядеть и ловить на себя восхищенные взгляды, женщины готовы в буквальном смысле на все. И пусть эталоны красоты меняются слишком быстро, легкий румянец, свежий, здоровый вид в тренде всегда. Не сдает оборотов и классический уход. Летом барышни экспериментируют редко. Я дома маски, в салон хожу раз в неделю, чтобы за собой ухаживать, потому что летом кожа более уязвима, требует больше внимания к себе, но и хочется быть привлекательной. В салон, ну, где-то раз в две недели, получается, сходить. Ну, а так обязательно солнцезащитный крем каждое утро. Я летом особо не крашусь, потому что есть солнышко, которое придает нам безумный загар. Главное – это только увлажнять кожу, увлажнять волосы. Отказываться ли в жаркий сезон от декоративной косметики – выбор каждого. Но жирная кожа и забитые поры запросто могут испортить не только внешний облик, но и самочувствие. Чтобы этого избежать, можно использовать средства с легкой текстурой. Здравствуйте, добрый день. Я на укладку записана. Бажена Аксенова – частый гость в салонах. Испробовала на себе все чудеса современной индустрии красоты. В этот раз в планах только легкая укладка. Уход за лицом тоже доверяет исключительно профессионалам. В обязательном порядке к косметологу хожу, так как из-за солнца портится лицо и волосы. Питаю маски, масло для волос. Обязательно увлажняю волосы с помощью счастья для волос. Цена этого счастья – именно так называется процедура для волос – 3-5 тысяч рублей. Мастера утверждают, при правильном уходе даже на окрашенную шевелюру солнце влияет некритично. В арсенале у специалистов – щадящая краска и средства от сухости и секущихся кончиков. Хорошо выглядеть девушкам хочется всегда. И зимой, когда на улице минус 20, и летом, когда плюс 30. Если большая часть домашнего ухода актуальна всегда, то в жару некоторые салонные услуги делятся на те, без которых не обойтись, и те, которые противопоказаны. Таким относятся травмирующие кожу косметологические процедуры. Например, различные инъекции. Летом делать уколы красоты врачи не советуют. В это время года лучше воздержаться и от лазерных вмешательств. Желательно исключить все лазерные методики, особенно по лицу. Например, работа с рубцами, омоложение лазерное. Летом, конечно же, нежелательно делать, а точнее противопоказано делать, серединные глубокие химические пилинги. Так как кожаное сало вырабатывается намного чаще, то мы советуем пациентам, несомненно, делать уходовые процедуры, увлажняющие процедуры, процедуры по очищению кожи. Безопасны в жару и коктейли для мезотерапии. Сегодня их можно делать и без уколов. Средняя цена процедуры от 3 до 15 тысяч рублей. Но если без кардинальных вмешательств не обойтись, стоит помнить, что в течение двух недель придется воздержаться от сауны, солярия и отдыха на пляже. Татьяна Балыкина, Рустам Файзулин. Утро нового дня. Саша, знаешь, как я понял, что я вырос? Потому что ты достиг метра 80 скольки-то там в росте. Но начнем с другого. Нет, я понял, что вот сейчас август, следующий месяц сентябрь. А я не боюсь, мне все равно. И вот это, пожалуй, значит, что закончилась уже вся возможная учеба. И значит, уже для тебя каждый месяц по-настоящему рабочий и важный. В школу нам с Артемом не нужно, а вот другим ребятам очень даже. Наверное, об этом мы сейчас и поговорим с нашей следующей гостьей. Конечно, потому что к нам сейчас в гости пришел специалист очень тонкого плана. Потому что если какие-то сферы можно сравнить, знаешь, с молотком и пилой, то это настоящий скальпель. Потому что пробраться в глубины человеческой души не так уж и просто. Все дело в том, что у нас Ольга Войновская, психолог, и мы будем обсуждать злободневные и очень важные вопросы. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот мы знаем, что сейчас как раз таки уже многие родители, в том числе и дети, родители финансово, дети морально готовятся к школе, к новому сезону. И вот как настроиться, чтобы это было максимально продуктивно, эффективно, с хорошими оценками и с минимальными истериками у детей? Психологическими потерями, да. Ну, знаете, я думаю, что родители готовятся не только материально, но и тоже психологически, как вы сказали, морально. Но в вашем контексте это синонимы. Ну, как настроиться? Ну, нужно порассуждать на тему возраста ребенка или студента. Если это ребенок, то советы родителям примерно будут такие. За несколько недель, и очень правильно, что вы сегодня меня пригласили, уже почти в середине августа, что же об этом нужно подумать. За несколько недель до начала учебного года, как и детям, так и подросткам, так и студентам нужно, конечно, уже думать о режиме элементарно, режим дня. То есть нужно, конечно, просыпаться чуть раньше, на 15 минут каждый день, и не раньше, 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 чтобы подвести к тому времени, которое типично для обучающего процесса. Что такой важный совет, ну, из нетривиальных таких, это как замотивировать ребенка пойти в школу. Нужно с ним пойти вместе на книжный базар, купить ему одежду. Вот выбирать, да, увлечь? Мало того, что выбирать, но чтобы ребеночек сам проявил инициативу, особенно если это девочки, они с удовольствием потом будут ждать 1 сентября, чтобы одеть эту новинку или взять новый красивый пенал с какими-то героями любимыми, и они будут больше ждать вот этого, ну, не понимая вот эту тонкую ловушку экологическую. Поэтому дети с удовольствием пойдут в школу в этом смысле. Чего не нужно делать родителям? Конечно же, не нужно загружать, создавать напряжение, нужно из этого сделать вообще-то праздник. И один из таких самых, наверное, принципиальных и простых советов, давайте все-таки доверимся учителям, которые уж точно и психологи, и специалисты в этом лучше понимают. Если они потом индивидуально попросят что-то родителей добавить, сделать, поговорить с ребенком, тогда это можно будет сделать. Учителя в классе сами заметят, что не так с тем или иным ребенком. Учителя привычны к тому, что детей весь сентябрь, как и мы в университете, почти невозможно усадить и замотивировать. Поэтому там все пойдет своим чередом. А родителям, если и вмешиваться, то минимально и с пользой, а не только для того, чтобы вмешиваться. Так, но сейчас больше всего напряглись родители первоклашек, наверное, потому что это самое сложное. Вот как объяснить ребенку, что начинается новый этап в жизни, да, что происходят определенные трудности, с которыми предстоит справляться? Ну, этого мы не объясним ребенку, его нужно в это окунуть. Поэтому вообще это событие. На самом деле ребеночек очень ждет это событие, потому что это некоторая такая инициация, как мы любим такое слово, что вдруг ребенок чувствует эмоционально, психологически, что у него такой серьезный этап в жизни, что вот что-то будет совершенно иначе, ну и надолго, надолго, лет на 10-11, ну кто-то может 9 там, вот. И поэтому ребенок, ему любопытно, он не знает, что такое, поэтому не надо пугать. То есть это сделать как приключение, как праздник, чтобы этот переход был максимально мягким. Поэтому вот уж точно то, о чем вы сказали, будет больше вредить, что вот у тебя такой новый этап, все позади детства, теперь ты взрослый. Нет, это больше может ребенка испугать. Ну, не стращаем. Не стращаемся же, наверное. И я вот помню, что когда я шла в первый класс, я вот первые пару недель вообще не понимала, зачем мне это нужно. Ну вот честно, то есть я не понимала, что я вроде умела уже читать и писать, ну и смысла не видела, а папа начал платить мне за пятерки. Вот правильно это или неправильно, или мы слишком привязываемся к торгово-рыночным отношениям? Ну вы знаете, как бы деньги это, наверное, самое, ну, такое простое и примитивное, что можно предлагать ребенку. Ребенок не очень умеет опосредовать, что деньги – это то, что я хочу. Правильнее было бы уловить, что ребенок хочет на самом деле, что он любит. Например, если он любит, ну, там, бассейн поплавать, то мы тебе абонемент в бассейн купим. Если ребенок этого совершенно не любит, то сказать ему, ты не будешь больше ходить в бассейн, только приноси пятерки. То есть нужно почувствовать, что ребенку важно в этой жизни, будь то игрушки, а еще это игрушки в первом классе, то есть мотивировать. Деньги ребенок не очень понимает, он понимает деньги вот так. Родители все время говорят о деньгах, наверное, это что-то такое крутое, что нужно иметь, не знаю, правда, зачем, но что-то нужно иметь. То есть ребенок еще с трудом вот опосредует эти вещи. Поэтому правильно было бы все-таки почувствовать, что ребенок любит, и на этом играть. Так, ну, а я напоследок не могу коснуться вопроса студенчества, потому что тут есть не некоторые сложности. Во-первых, уже нет родителей, которые отводят тебя, да, на первый курс, а во-вторых, мотивацию приходится искать уже внутри самого себя. Вот что делать демотивированным студентам, как объяснить себе, что на учебу все-таки пойти стоит, а может и не стоит, раз не хочешь. Ну, такое слово демотивированным, это что же такое демотивировало? Только может быть то, что они туда пошли учиться. Но вообще ситуация такая, если говорить более серьезно. Первый курс, мы не имеем проблем. Почему? Потому что первый курс они ждали, это их выбор. У них еще горит эта их надежда. Они с большим удовольствием и тревогой, и трепетом идут на первый курс. Мы их каждый год встречаем, мы видим эти горящие глаза, они полны, ну, вот, жажды жизни, жажды своей профессии. Ну, во всяком случае, у нас на факультете психология. Это особые люди. Вот первый курс, пока они еще не окунулись в психологию, ну, или в другой свой предмет. Поэтому с первым курсом таких проблем нет. Это самые любимые студенты. Они горят, хотят, мотивированы, и там все хорошо. Второй курс, ну, отличается такими примерно вещами. Они, у них позади первый курс, они вытерли солбопот, поняли, что как-то тяжело учиться. Ну, им обещали, что на втором курсе будет легче. И они наивно верят, да. Третий, четвертый курс, ну, вот там, ну, это уже взрослые люди, конечно, они должны порассуждать на тему выбора, своей будущей профессии. Пока не поздно, может быть, что-то поменять, или подключить еще второе, там, какое-нибудь образование. Ну, это уже крайние такие случаи. Ну, студент это взрослый все-таки человек, который, ну, сам выстраивает свою мотивационную, там, составляющую, да, и там все будет нормально. Спасибо вам большое. Спасибо. Я напоминаю, что у нас была Ольга Войновская, психолог. И обсуждали мы вопросы не менее важные, такие как мотивация, да, и, собственно говоря, думаю, подсказали родителям. Вы готовы себя к школе вообще, действительно, вопрос не из легких. Вот, потому что дали подсказку, назову некоторым школьникам и их родителям о том, как договариваться и что делать. Но вы нас простите или поблагодарите, если вам это помогло. Но вообще, 1 сентября это важная дата. Но таких дат куда больше, потому что ключевые события происходили и происходят в течение всей истории человечества. Поэтому наша следующая рубрика именно об этом. 8 августа отмечается Международный день офтальмологии. Дата учреждена в честь дня рождения известного российского окулиста Святослава Федорова. Сегодня с заболеваниями глаз сталкивается 98% населения планеты. В этот день традиционно проводятся семинары и лекции, посвященные профилактике болезней органов зрения. Также сегодня поклонники кошек празднуют Всемирный день своих четвероногих любимцев. Усатополосатые животные для многих стали больше, чем просто питомцами. Для одних они символ домашнего очага и уюта. Других привлекает независимость и гордый нрав животных. Но как бы там ни было, мурзики и барсики давно стали неотъемлемой частью человеческой культуры и быта. 449 лет назад прекращена третья из девяти религиозных войн во Франции. Религиозные или гугенотские войны – серия гражданских конфликтов между католиками и протестантами. Межконфессиональное столкновение, а по сути борьба за власть между правящей династией Валуа и домом Бурбонов, привело к расколу государства. Завершилось противостояние торжеством католиков и восшествием на престол Генриха Наварского. 8 августа 1786 года горный проводник Жак Бальма и естествоиспытатель Мишель Пакарт взошли на высочайшую точку Европы Пик Монблан. Гряда возвышается на 4810 метров над уровнем моря. С покорением этой вершины была начата эра альпинизма. В этот день, 204 года назад, Наполеон после победоносных 100 дней и второго отречения отправился в ссылку на остров Святой Елены. Изнывая в изоляции, великий полководец начинает документировать свои воспоминания. Мемуары Бонапарта стали самой читаемой книгой XIX века. 8 августа 1877 года родился Александр Ханжонков. Русский предприниматель, организатор кинопроизводства, режиссер, сценарист, пионер, кинематограф. Его творчество тесно связано с Крымом. После революции он организует полноценное кинопроизводство в Ялте. После разгрома армии Врангеля эмигрирует в Европу. Однако позже, по приглашению красной власти, возвращается на родину и продолжает работу по становлению советского кинематографа. 19 лет назад ученые из США и Великобритании впервые объявили о начале опыта по клонированию человека. Однако на сегодня эксперименты с геномом Homo sapiens запрещены законодательно в 70 странах. Тем не менее, ученые полагают, что в будущем выращивание клонированных органов позволит сделать прорыв в трансплантологии. В этот день в 2008 году состоялось торжественное открытие 29-х летних Олимпийских игр в Пекине. Девизом соревнований стала фраза «Один мир, одна мечта». Спортивные состязания собрали рекордную 5-миллиардную аудиторию зрителей у экранов телевизоров. Слушай, вот еле сдерживаюсь, чтобы не заглянуть, так не отвернуться. Ну, некрасиво, конечно, перед зрителем. А все почему? Пытаюсь понять, смогу ли я углядеть, где там сейчас находится наш мобильный корреспондент Оля или нет. На улицах, по улицам Симферополя сегодня гуляет Оля Литвиненко. И она находится сейчас, насколько я знаю, в сквере Екатерины. Но увидеть мы ее отсюда точно не сможем. Зато поздороваться можем прямо сейчас. Доброе утро, Оля. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. На календаре сегодня 8 августа, четверг. Нахожусь я, прогуливаюсь я по Екатерининскому скверу. Хочу сказать, очень приятно, очень комфортно. И вот только что буквально вышло солнышко. В целом, как по Крыму, так и по Симферополю сегодня осадков не ожидается. Однако в Симферополе будет немного затянутое небо. Сейчас плюс 17 градусов тепла. К обеду отметка термометра поднимется до плюс 28 градусов. Как я уже говорила, холодно не будет. Итак, что я могу посоветовать сегодня одевать? Закрытую обувь, сандалии, кроссовки. И также плотные штаны и рубашки. Хочу сказать еще так же, что ветер северо-западный со скоростью 2,5 метров в секунду. К вечеру будет плюс 20, плюс 26 градусов тепла. Хочется отметить, что в Черном море средняя температура плюс 20 градусов. Поэтому купаться можно, плавать. Купаться, в общем, вода теплая. Итак, хочу сказать... Знаешь, сижу в пиджаке и думаю, погода, конечно, теплая, хорошая. Но вот искупаться я бы сейчас отказался. Наверное, не пошел бы совершенно. Да, спасибо, Оля, но думаю, что температура воды пока в море, она все-таки больше располагает к тому, чтобы этим морем любоваться, чем чтобы в него заходить. Хотя, знаешь, возможно, мы на такой высоте сейчас находимся, что тут у нас холодно, воздух разряженный, а спускаемся вниз, там уже настоящее тропическое лето. Кто его знает, потому что, хоть мы и видим весь Симферополь, конечно, условия у нас совершенно отличные. Тех, которые на суше, правильно я скажу, на земле, на земле. На земле. Да, ну потому что, так как мы находимся на высоте, на крыше шестиэтажного дома, 16-этажного, да, то мы чувствуем как раз такие вот и ветерочек сейчас как обдувает, и в принципе, вот такую вот какую-то и сырость, и прохладно. А вот если спуститься, то уже все-таки гораздо комфортнее чувствуются все эти температуры. И более того, из хорошего, что сегодня зону с собой брать не нужно. Поэтому, да, поэтому верьте ощущениям Оли, она находится внизу, все точно вам подсказала, рассказала, как оно есть на самом деле. Но, знаешь, мы говорим о погоде очень много и часто. Погода сегодня, например, хорошая, солнечная или пасмурная, но редко забываем упомянуть, что важнее всего или главнее, уж точно не помню, как поется, но помню, что поется. Погода в доме. И, между прочим, есть один очень интересный и четырехлапый инструмент налаживания погоды в доме. Мурчащий, усатый и четырехлапый, как ты уже сказала. И более того, между прочим, так как сегодня День кошек, Татьяна Шамонаева подготовила особую рубрику про этих животных. Предлагаю прямо сейчас ее посмотреть. Никогда не упускаю возможность побыть в зале, где много кошек. Ведь даже созерцание усатых мордочек, доказано учеными, положительно влияет на настроение человека. Ну как не залюбоваться вот этим неземным существом? Перед вами бенгал, гибрид дикой кошки и домашней. Кевин у нас очень красивый. У него такие яркие розетки. Он очень добрый, ласковый. Спит с нами в кровати. Выведением новых пород люди занимаются сотни лет. Сейчас зарегистрировано более семисот. Не так давно в Крыму появились популярные во всем мире мейн-куны. Самые большие домашние кошки в мире. Их длина доходит порой до одного метра тридцати пяти сантиметров. Глори, она такая у нас очень своеобразная. Она леди. Она будет сидеть и ждать, пока все покушают. Потом пойдет она кушать. Естественно, ей ничего не достается. Поэтому приходится открывать новые пакетики. Ей достается все самое лучшее. Она знает, что она делает. На выставке можно познакомиться как минимум с двумя сотнями кошек разных пород. И выбрать себе домашнего любимца. Ну, конечно, вопрос того, должно ли животное, которое, знаешь, такое дикое, смелое, игривое, в первую очередь, находиться в условиях особенно квартиры или вообще шумного города. Это рубрика отдельная должна быть. Это мы еще разберем в свое время, если будет возможность. Но пока хочу сказать, что, в принципе, конечно, происходит в Симферополе много разных событий. Да что в Симферополе? Давай брать масштаб больше на полуострове. Много разных событий и интересных, и необычных. И большинство из них мы всегда стараемся вам показать в нашей следующей рубрике. Называется она «Крым онлайн». И о самом главном из крымского сегмента в интернете прямо сейчас. Не все симферопольские водители придерживаются правил дорожного движения. Очевидцы сняли, как иномарка проехала по пешеходной зоне прямо в центре города. Автохама не смутили даже мама с ребенком, которые шли по тротуару. Кажется, не у всех утро начинается с кофе. Эти молодые люди предпочитают с напитков покрепче. С выбором в магазине определились быстро. Но вместо того, чтобы расплатиться за товар, мужчины спрятали бутылку в куртке. Только не учли, что все это время их снимала камера наблюдения. Дармовщину любит и героиня этого ролика. В Алуште женщина решила порадовать себя розами. Далеко ходить за цветами не стала. Вырвала их прямо из клумбы. За что и попала в нашу рубрику. После обильных дождей в Симферополе начали рассыпаться балконы. Один из них находится на улице Долгоруковской. Упавший камень с этой лоджии чудом никого не задел. Негодование в социальных сетях вызвало следующее видео. Пользователям не понравилось стремление девушки навести порядок. Нет то, что в заведении заботятся о чистоте только плюс. Но вот половую тряпку все-таки лучше отжимать ведро, а не раковину, где моют посуду. Вчера на въезде в Ялту образовалась настолько длинная пробка, что некоторые отдыхающие вышли из машины и пошли в город пешком. Среди них был и Григорий Лепс. Самый лучший день – пробки ехать лень. В завершающие дни фестиваля «Генуэзский шлем» состоится большой ролевой турнир. Бои будут проходить на аресталище в специальной огражденной площадке. Главное условие – наличие костюма, соответствующего духу средневековья. На месте можно будет взять прокат оружия для сражения. Состязание запланировано на 17 и 18 августа. Но есть события в нашем полуострове, которые нельзя пропустить мимо, скажем так, на которые нужно обратить внимание, потому что это важные, знаковые и социальные. Но об одном из таких событий мы готовы уже поговорить с нашим следующим гостем. Вопрос немаловажный, актуальный, я думаю, что… Конечно, конечно. Вопрос не только, знаешь, он не сколько актуальный, сколько вопрос общей ответственности. Потому что именно то, как мы помогаем ближнему своему, особенно еще маленькому, не ставшему на ноги. Но, впрочем, не буду забегать вперед. Сейчас представим гостя и подробнее обсудим этот вопрос у нас в гостях. Зитулайф Екуб. Доброе утро. Заместитель главы администрации города Симферополя. С вами будем обсуждать то, что на данный момент происходит строительство дома для сирот. Правильно? Доброе утро. Скажите, на каком сейчас этапе строительство находится и как происходит вообще процесс по срокам? Успеваем, не успеваем? В целом, процессы достаточно идут активно на данном объекте. Сам дом достаточно большой, 180 квартир однокомнатных. Строительная готовность планируется у нас по контракту к 1 декабря 2019 года. И затем пойдет у нас процедура прямой передачи. Она тоже занимает это от двух до трех месяцев. Первый этап – это техническая документация обычно или уже все-таки строительная работа? Уже идут строительные работы, да. У нас получается дом, он разделен на три секции. И у нас вот третья секция буквально через неделю-полторы уже будут полностью завершены все строительные работы, отделочные работы. Тем более, эта квартира, они будут сдаваться уже полностью с ремонтом, оборудованной сантехникой, варочной плитой. И даже будет стоять шкаф-купы у нас в прихожей. Это единственный такой дом на полуострове, который… Это единственный дом, который строится именно для льготной категории граждан и за счет средств муниципального образования города Симферополя. То есть мы первые, мы единственные пока в Симферополе, которые строят жилье для сирот. Ну, единственное, это пока, как я полагаю, в дальнейшем планируется расширение, да, это инфраструктура? В дальнейшем планируется расширение, конечно, да. У нас этот дом, он полностью всю очередь не удовлетворит, и поэтому мы этот дом достраиваем, вводим в эксплуатацию и уже будем думать о том, как и строить последующие дома. 180 квартир. А какая стоит сейчас очередь? Сколько человек нуждается? 360 человек. То есть мы порядка 50% очереди перекрываем. В принципе, проект достаточно интересный. Он у нас строится в микро-районе Залеси, это верхняя пневматика. Уже достаточно активная идет волна в СМИ, активная волна идет в соцсетях. Люди, которые стоят в очереди на получение квартиры, уже активно интересуются. Мы даже устраиваем так называемые экскурсии. То есть мы людей приглашаем, привозим, показываем. У нас уже есть несколько квартир готовых, куда мы приглашаем людей, показываем. Вот так вот будет в ближайшие несколько месяцев выглядеть ваше будущее жилье. То есть люди довольны. Это, я считаю, для Симферополя такая большая галочка, потому что и сам по себе проект достаточно дорогой. Он порядка 340 миллионов обойдется бюджету города. Ну и плюс мы делаем благое дело, мы выдаем жилье детям-сиротам. Ну, Залесия район не близкий, поэтому, конечно, сам по себе напрашивается вопрос, как там с коммуникацией, с инфраструктурой. То есть легко ли туда добраться? Достаточно легко добраться. То есть этот район, он достаточно жилой. То есть у нас есть жилой комплекс Бавария, всем известный. Это прямо по соседству находится дом, то есть развитая инфраструктура. И помимо того, что уже есть как бы подключение ко всем коммуникациям, свет, газ, водоснабжение, водоотведение, и мы также планируем подъездные пути привести в порядок и сделать внешнее благоустройство. То есть люди, которые будут проживать в этом доме, им будет достаточно комфортно, то есть внешнее благоустройство предусматривает озеленение территории, строительство мест для парковки автомобиля, лавки, освещение. То есть все, что нужно, детская площадка также там будет. Ну вот, а получать жилье в этом доме будут ребята, которые не имеют родителей только, либо еще какие-то категории граждан все-таки? Что нужно, чтобы претендовать на квартиру в таком доме? Изначально данный дом строился именно для категории детей-сирот. Потом есть определенные нормы в жилищном кодексе Российской Федерации о том, что пропорционально нужно жилье распределять между всеми льготными категориями. Ну, дело в том, что есть, скажем так, общественное пространство, где люди хотят все-таки, чтобы этот дом был полностью выделен под одну категорию, это дети-сирот. И сейчас данный вопрос находится в страде разрешения. Я думаю, к моменту выдачи квартиры этот вопрос будет разрешен. И мы как бы вас подробно ознакомим, какие все-таки категории граждан получат в данном, на квартирном доме свои квартиры. Ну, а вот сироты становятся в эту очередь на квартиру автоматически, допустим, да, по завершению? Да, конечно, по достижению совершеннолетия дети-сироты становятся в эту очередь автоматически. И государство, и мы, администрация, обязаны им это жилье предоставить. И ежегодно выделяются средства федеральные на покупку квартир. Но учитывая тот факт, что очередь у нас достаточно большая, и было принято решение, и это с экономической точки зрения целесообразнее все-таки строить целый дом, нежели покупать отдельные квартиры на первичном, либо на вторичном рынке жилья. Ну, при этом, я так понимаю, что полностью вы сказали, что шкаф купать, то есть с ремонтом, да? Полностью с ремонтом, да. То есть та семья, которая получит квартиру в этом доме, она, единственное, купит только кровать, надо будет повесить люстры, шторы, диван. Это приятное. Да, минимальный перечень мебели, то есть и люди смогут спокойно, комфортно жить. Плюс дом строится по современным технологиям, железобетонная монолитная конструкция. Дом будет достаточно теплый. Вот у нас в Крыму застройщики, они, допустим, стену внешнюю строят, ну, не толще 20 сантиметров, там стена будет 25 сантиметров. Плюс утеплитель, будет индивидуальный тепловый пункт, то есть дом будет достаточно теплый, комфортный. Привлекали с материка, да, застройщика? Застройщик, да, выиграл конкурс фирмы, которая из республики Башкортостан. То есть на начальном этапе были, как и везде, проблемы, было отставание по срокам сдачи. Но вот 9 января по поручению главы администрации, как бы, лично курируют строительство данного объекта. На сегодняшний день у нас отставание в сроках сокращено, по некоторым позициям мы даже идем, как бы, впереди графика. То есть пока что все складывается так, что этот дом будет построен вовремя, как бы, мы в этом не сомневаемся. Скажите, пожалуйста, после получения квартиры, да, индивид может распоряжаться и как ему вздумается? То есть менять абсолютно ремонт, возможно, возможно, даже потом в будущем перепродать? Или все-таки есть ограничения? Нет, есть ограничения в части перепродажи, то есть определенный срок он не сможет ее, как бы, продавать. Но если что-то он захочет там сделать, какой-то ремонт на свой вкус, пожалуйста, без проблем. А перепродажа, возможно, последствия, да, по истечению определенного? Есть определенный срок, да, согласно которого, как бы, запрещено гражданам операции купли-продажи недвижимости, которая получена бесплатно от муниципалитета. Ну, а в дальнейшем, как бы, я сейчас не готов ответить, какой срок, но знаю, что ограничение такое существует. Ну, опять же-таки, да, если человек решил переехать, у него будет такая возможность, до того времени он может просто сдавать, да, ту же квартиру, но уже в любом случае как решит. Ну, да, да. Спасибо вам большое, спасибо за беседу. Да, я напоминаю, что у нас был Z2Life Якуб и заместитель главы администрации города Симферополя. Спасибо, что подробно рассказали об этом проекте, как все будет происходить. Но, вообще, хотелось бы сказать, что такие новости, конечно, быстро разлетаются по городу, потому что сейчас все это попадает в интернет, довольно-таки быстро набирает популярность. Ну, и вообще, в сети происходит много чего. Я таким образом подвожу вас к тому, что сейчас мы покажем вам следующую рубрику, в которой подготовили дайджест, ну, то есть подборку самых громких событий из сети. Затопленная военная техника на дне Красного моря. В Иордании появился музей под водой. В данный момент туристы могут увидеть 19 экспонатов, среди которых зенитные орудия, боевые вертолеты, даже БТР. Выставка находится у берегов курортного города Акаба. Утилизация с последствиями. В Испании парень, работая в компании по переработке бытовой техники, решил выбросить холодильник в овраг и снял это на видео. Ролик быстро дошел до руководства. Сотрудника уволили и оштрафовали на 45 тысяч евро. Опасная езда по воде. В Австралии молодой человек решил проверить возможности своей лодки. Но сочетание большой скорости и встречного ветра оказалось фатальным. Судно перевернулось. К счастью, как видно на кадрах, для героя ролика трюк закончился без серьезных последствий. Чайки терроризируют посетителей паба. Пернатые хулиганы уже не только собирают объедки, но и выхватывают еду прямо из рук. Администрация заведения беспокоена данной ситуацией и всячески пытается бороться с воришками. Один из рассматриваемых вариантов – завести хищных птиц, которые должны, сидя в вольерах, одним своим видом отпугивать наглых чаев. Когда вещей так много, что проще перевести целый дом? На самом деле это старые филиппинские обычаи. В небольших селениях мужчины помогают нести дом соседа, решившего переехать в другое место. Считается, что традиция приносит удачу человеку, разделившему чужую ношу. Французу удалось прилететь через Ла-Манш на собственном изобретении. Мужчина самостоятельно разработал флайборд. Полет длился 23 минуты на высоте около 20 метров над уровнем моря. Во время пути смельчак лишь раз спустился на заправочное судно для смены рюкзака с топливом. Пробежка как искусство. Бегать в мегаполисе и так задача непростая, но американец пошел еще дальше. Житель Сан-Франциск отслеживает свои тренировки с помощью популярного фитнес-приложения. Маршрут его передвижения складывается на карте в настоящие рисунки. Например, портрет художницы Фриды Калла. Чтобы создать это изображение, пришлось пробежать 46,5 километров, на что ушло больше 6 часов. Так, ну ты знаешь, хочу тебе сказать, что вообще уже начинается самый разгар старта утра. Потому что сейчас уже большинство наших зрителей точно проснулись. Уже скорее всего выпили кружку чая, может быть и не одну. А главное, что уже собираются и спешат на работу. Я представляю, сейчас девчат, которые красятся, знаешь, то ресницы одной рукой красишь, в это время ребенка другой рукой держишь, чтобы он и позавтракал, и узелся на свете. Не завидую, не завидую. Но, тем не менее, я хочу сказать, что если вам на работу к 9, то вам уже нужно собираться. Если вам на работу к 8, то вы уже благополучно опоздали. Но если вы не работаете в соседнем подъезде, как говорится. Ну, а тех счастливчиков, которым вообще сегодня не нужно работать, мы можем только поздравить и слегка вам позавидовать. Хотя черта это нехорошая. Да, а чего нам завидовать? Знаешь, возможно, они нам завидуют, потому что они вот лежат хоть и в теплой кровати, но они не видят потрясающего, потрясающей панорамы. А главное того, не имеют возможности поделиться своей бодростью с другими. Так что вот у нас все-таки очень большой плюс есть от того, что мы так рано встаем, потому что мы рассказываем о том, что там происходит. Но встаем так рано, кстати, не одни мы. А еще Оля Литвиненко. Она сейчас не только с нее проснулась с утра пораньше, но и вышла прогуляться по улицам Крымской столицы. Доброе утро. Нахожусь я в детском парке, где совсем недавно началась реконструкция сказочных персонажей, героев нашего детства, персонажей пушкинских сказок. Итак, хочу сказать, что им планируют вернуть яркость, реалистичность, что самое главное, а также индивидуальность. Итак, сейчас на территорию проход воспрещен. И хочется сказать, собственно, что здесь планируют сделать. Голова колдуна Черномора оживет. Также внутри, хочется сказать, что еще с тех времен остался секретный механизм, благодаря которому из-за рта шел поток воздуха, а глаза светились. Это хотят, в частности, восстановить. Также хотят придать некую реалистичную такую манеру, но в свете современных тенденций, инноваций, так сказать. Также эффекты можно будет увидеть в действии. Фигуры будут, скорее всего, оживать. Также, особенно тщательно будут реставрировать лица персонажей, прорисовывать детали и придавать ему тем самым реалистичность. Но в скором времени здесь все заживет, так сказать, по-новому. И, я думаю, с радостью здесь будут прогуливаться наши дети, маленькие и гости, гости, собственно, города. Но я думаю, что взрослые также потянутся сюда, чтобы вспомнить свою юность, свою молодость и провести здесь время. Вот. Ну, хочу сказать, что к сентябрю здесь работы уже будут завершены. И все мы, наверное, придем посмотреть на персонажей. Итак, студия, вам слово. Я думаю, вы тоже в скором времени после реставрации придете здесь обязательно прогулять. 8 августа и уже почти 8 часов утра у вас есть как раз-таки время, чтобы проскочить все симферопольские пробки, либо объехать их и удачно добраться к месту назначения. При этом не тратить свои нервы, собственно, бензин и драгоценное время. Слушай, вообще про пробки. Всегда говорю о том, что лучший способ объехать пробку – это выехать заранее. Но недавно отправлялись снимать сюжет. Но никогда так не делаю, да? Да, ну я, во-первых, никогда так не делаю. Саша взяла и всем все рассказала. Хотя я думаю, вы и так догадывались. Но, в общем-то, недавно выезжали в сторону Феодосии. Снимать сюжет – это я немножечко забегаю вперед, потому что вы их, надеюсь, еще увидите. Но история такова, что мы стояли в пробке, которая была, ну, колоссальной длины. Там все-таки сейчас идет ремонт трассы, подводят еще пару полос, вот, насколько я понимаю. И поэтому автомобили стоят. Поэтому предупреждаю, тут надо выезжать не заранее, а за день, наверное. Но лучше всего искать обходные пути. И желательно проверять пробки вот заранее в интернете. Это все возможно сделать. Более что пути объезда в любом случае есть. Сейчас можно их увидеть в интернете, там на сайтах администрации разных муниципалитетов обубликованы как раз-таки схемы объезда самых интенсивно насыщенных, ну, вот, дорог с самым большим движением. Ну, и хочется сказать, что помимо пробок нужно учитывать то, куда они могут привезти. Да, это совершенно верно, но я еще хотел сказать одну важную вещь. Вот, ты очень правильно сказала про пути объездов, потому что вот сейчас одну улицу Симферополя придется объезжать и прямо до сентября. Дело в том, что улица Крылова закрыта для движения. Вот, насколько я понимаю, оно перекрыто приблизительно до конца сентября. Вот. А в связи с чем? Оно связано с работой аварийной службы Крым-Теплокоммунэнерго. Там, возможно, делают что-то с трубами связанное, возможно, с магистралями. Поэтому не забываем продумывать свой путь заранее, а мы с Артемом будем заранее наслаждаться своим видом с крыши жилого комплекса Альфа. Да, действительно, не зря Альфа, по сути, значит первый, потому что это первая буква древнегреческого алфавита и греческого И. Вот это первое ощущение в Симферополе на такой высоте у меня, по крайней мере, потому что я, честно, Симферополь вот так высоко не видел, пожалуй, что ни разу в жизни, разве что когда в самолете куда-то улетал. А вот у нас же несколько смотровых площадок. Насколько я знаю, одна находится на улице Маршала Жукова, другая находится на пневматике. И Кучхемецкая еще есть. И Кучхемецкая. Вот там я не была никогда. И 51-я армия еще была, но потом там поставили шокбаум, и теперь нужно идти пешком, поэтому теперь это не смотровая площадка, потому что на смотровые площадки пешком, запомни, никто не ходит. Зато я знаю, куда пешком ходит Салья Салямова. Она недавно проводила свой собственный эксперимент, решила раскрыть какие-нибудь новые чакры в себе, или как это правильно назвать. Но я думаю, что подробнее и гораздо грамотнее расскажет уже сама Саля, поэтому давайте прямо сейчас посмотрим ее сюжет. Звукотерапия. Один из методов лечения, известный с незапамятных времен. Несмотря на то, что сегодня эта практика за рамками науки, интерес к ней проявляют во всем мире. Крымчанка Ольга Слюсарчук четвертый год изучает звучание гонга. И начинаем играть очень-очень мягко. То есть, чтобы он дал первый звук. Это как бы гонга оповещает, что мы сейчас начнем на нем звучать. За это время пришла к выводу, от сложных недугов музыкальный инструмент, конечно, не избавит. А вот нервы и чакры привести в порядок поможет. Сегодня мастер звукотерапии обладает самой большой коллекцией гонгов в России. Их у нее 11. И это при том, что найти два одинаковых в мире невозможно. Уникальность гонга в том, что звуковые волны накладываются одна на другую, создавая сложные тона. Звучание настолько разнообразное и объемное, что некоторым людям слышится арфа, барабаны и даже оркестр. Но, к сожалению, ни одна аппаратура этот звук передать не может. Целительным эффектом обладают и поющие чаши. Все они сделаны вручную в Непале. В состав таких сосудов входит 7 видов металла. Но по одной из легенд, обязательным компонентом должно быть железо с упавшего метеорита. Якобы именно это и придает особенное звучание маленькому оркестру. Они все настроены на определенную частоту. Каждая пиала может издавать до 20 разных тонов, что, по мнению звукотерапевтов, и оказывает лечебный эффект. А еще поющие чаши используют для нетрадиционного массажа. Пациент не только слышит, но и чувствует по всему телу вибрации. По некоторым сосудам бьют, как по колоколам. Остальные закручивают плавными движениями песта. Это называется эффект холодного кипения. Можно показать, что чаши делают с нашей жидкостью. Мы с вами на 70% состоим из воды. После погружения в океан звуков и вибраций отмечаем. Сакральная церемония медицинскую процедуру не заменит. Но совершенно точно, что такой бальзам для души поможет расслабиться, избавиться от стресса и усталости. Салия Салямова, Андрей Псом. Утро нового дня. Восемь. Восемь утра пробили стрелки часов. Ну, у вас, конечно, возможно, цифровые. Тогда просто цифры в ряд выстроились. Но это значит, что первый час утра нового дня прошел. Но впереди еще целый час. В прямом эфире сразу на двух телеканалах. Это Первый Крымский и Крым24. Но и это не все новости, Саша. Ведь главная новость заключается в том, что мы находимся на высоте 16 этажа над уровнем Симферополя, если можно так сказать. И видим отсюда все замечательно. А все потому, что мы находимся на крыше жилого комплекса Альфа. Именно отсюда выходит в прямой эфир программа Утро нового дня. И с вами в эфире сегодня Артем Андроноский, Александр Икарнович. Мы еще раз желаем вам доброго утра. И желаем проснуться тем, кто еще не успел это сделать, кто собирается с духом. Ну и, как сказал уже Артем, у нас есть, что вам рассказать, чем поделиться. И в первую очередь я бы хотела сейчас начать о том, как все мы знаем, что на прошлой неделе очень здорово затопило восточный Крым ряд поселков, ряд сел. И сейчас сельчане справляются как раз таки с последствиями непогоды. Ну да, на особенном рейнском районе, например, поселок Приозерное был затоплен кардинально. Десятки домов из-за сильных ливней пострадали, так что их теперь нужно восстанавливать. Но о том, какая судьба ждет дома и, собственно, жителей поселка, можете узнать из репортажа Светланы Ермильченко. Мне мать позвонила, приехала. И вот такая беда. Она не ходит, в окно вытаскивали елки. Тревожный звонок от мамы Игорь Лосев получил в ночь субботы на воскресенье. Сразу примчался на помощь. Теперь на его плечах восстановление дома. Ну вот пока уборку высочу, полазу, мулашу. А, еще мне с работы сказали выгонять. На работу я не пошел. Говорит, приедь, по собственному желанию напиши. Я что, это придумал. У нас же идет сливка, вот вода наполняется, и вот этот нато срабатывает, и вода откачивается в очистные ямы. Удалось выстоять во время бури новому модульному детскому саду. Он построен на возвышенности. На улицах затоплены десятки хозяйств. Пострадали животные, имущества. Общий ущерб от наводнения еще только предстоит подсчитать. Размытая грунтовка, разрушенные дворы. Разбушевавшаяся стихия еще долго будет напоминать о себе односельчанам. В нескольких километрах от населенного пункта находится озеро. После ливней оно выходит из берегов. И сильнейший поток воды устремляется в поселок, смывая все на своем пути. Сточные воды должна сдерживать дамба. В очередной раз она не справилась с напором. Насыпная преграда из земли и бетонной стружки. Слабая заградительная защита. Сейчас техника ведет работу внутри села. Проводит дренажирование для спуска воды, которое образовалось в результате подтопления. Потом будет переброшено в дамбу и завершено обустройство по всему периметру. Приозерновцы переживают стихийное бедствие не первый раз. Люди не ждут очередного шторма, а собственноручно огораживают хозяйство земляным забором. Местные власти обнадеживают сельчан. Дамбу достроят, а пострадавшим выплатят компенсацию. Светлана Ермильченко, Олег Черемисов. Новости 24. Ленинский район. Ну, я для себя сегодня открыла, что если с утра вспомнить стиху «Лукоморье дуб зеленый», то ты потом его просто не можешь забыть. Уже час прошел, когда Артем мне напомнил об этих строках Александра Сергеевича Пушкина. А я вот периодически, знаешь, как флэшбэк. Ты возвращаешься к этому моменту. Да, ты знаешь, а я вот с детства помню ту самую строчку про ядра «Чистый изумруд» или как там было, про то, что белка сидела в клетке и грызла орешки, соответственно, вроде кедровые там какие-то были. Потом же эта белка их грызла в сказке о царе Салтане, насколько я помню. Да, но я вот к тому, что, знаешь, многие вещи, они просто запоминаются и живут с тобой вечно, буквально всю жизнь. Но, кстати, как и герои тех самых сказок. Потому что их образы, можно сказать, по-настоящему оживают, по-настоящему украшают собой детский парк города Симферополя. Да, и наши сказочные герои, пусть они только скульптуры в детском парке и не готовы ожить, и не могут сделать этого в реальной жизни, но в нашей, в мыслительной, в памяти оживают вне зависимости от возраста людей. Именно поэтому так радуюсь, что в детском парке Симферополя сейчас приводят парк в порядок, что проходит реконструкция парка, что она продолжается. И самое главное, как проходят все эти работы, за ходом работ следил наш корреспондент. Все для детей. Именно с таким девизом Евгений Сахаров трудится, восстанавливая сказочные фигуры. За несколько лет они заметно постарели. Погода и постоянный активный контакт с юными посетителями парка оставили свой след. Изначально автор не рассчитывал на такие нагрузки, поэтому площадка была закрыта. И когда пустили детей, разрушение пошло гораздо быстрее. Поэтому надо укрепить конструкцию, чтобы как минимум 50 лет она простояла. То есть сказочные персонажи должны прожить долгую, почти человеческую жизнь. Чтобы добиться этого, нужно учитывать каждую деталь. Все фигуры по-своему уникальны. Герои старых добрых произведений Александра Сергеевича Пушкина создали в детском парке настоящий сказочный уголок. В скором времени маленьких гостей встретят обновленные фигуры Бабы Яги, кота ученого, русалки, которые на ветвях сидят. Но, наверное, самая значительная фигура – это голова богатыря Светогора. Раньше с помощью специального секретного механизма, который находится внутри, исполинские глаза светились, а изо рта шел пар. А жизнь Светогор, как и другие фигуры, должен уже в сентябре. Симферопольцы ждут окончания реконструкции. А пока есть время напомнить детям о героях пушкинских произведений и сфотографироваться с ними. С Уральской тайги Лаврентий приехал. Он там живых волков видел, а здесь он только игрушечного. А Андрюша приехал с Москвы и всех героев сказок знает. Очень интересно то, что это выполнено именно в роли мультиков. Детям там нравится, родителям там нравится. Мы ждем с нетерпения, когда откроется. В детском парке восстанавливают и аттракционы. Снимают старую краску, выравнивают поверхность, чтобы ни одна шероховатость не нанесла травмы ребенку. Это аттракцион «Веселые горки». Он довольно-таки старый, 89-го года. Поэтому его надо сейчас хорошо зачистить, зашкурить, покрасить. Это все не так быстро делается. Надо каждой детали уделять очень много времени. На очереди качели и карусели. Краска в летнюю жару высыхает быстро. И привести их в порядок планируют к осени. Этот паровозик – излюбленный аттракцион всех детей. Совсем скоро и его начнут реставрировать, чтобы обновленный состав вновь курсировал по детскому парку. В администрации парка внимательно следят за работами. Отмечают, что реставрация – не ремонт, а более сложный процесс. Хорошо, что мы запустили такую масштабную реконструкцию, потому что некоторые скульптуры могли представлять, в принципе, представляли определенную опасность для здоровья. В частности, это конь с богатырем. На него многие взбираются, не только дети, но и взрослые. Все аттракционы и сказочные герои встретят посетителей парка в обновленном виде уже в середине сентября. Вероника Посековская, Максим Турчев. Новости 24. На полуострове Аграрии закончили собирать урожай. Артем, а ты знал, в какие регионы страны мы поставляем свое зерно? Нет, честно говоря, вообще не догадываюсь, но подозреваю, что все-таки куда-то поставляем, объемы должны быть большими. 78 регионов страны. Ничего себе. Мы свое зерно передаем, и в основном, конечно, это регионы материковой части нашей страны, и главными вывозимыми товарами из Крыма является зерно. Это почти 100-200 тысяч тонн в год, мясо 7 тысяч тонн, и мясные полуфабрикаты, это около 5 тысяч тонн, плюс, конечно, еще кондитерские изделия, молоко, колбасные изделия, но уже, правда, в несколько меньшем объеме. Слушай, ну, я думаю, насчет зерновых это совершенно неудивительно, потому что какие, давай сами подумаем, факторы в Крыму этому способствуют? Это, во-первых, земля однозначно, крымский черный зерн. Клодородная наша, богатая. Во-вторых, это, конечно же, выдержка и способности наших аграриев превратить поле в такое золотое, цветущее полотно, понимаешь, да? Ну и, конечно же, есть третий немаловажный фактор. Какой? Я думаю, что это особенная крымская погода. Ну, а о том, какая погода сегодня будет на полуострове, мы вам расскажем прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Саша, как давно ты ходила на культурно-массовые мероприятия? Ни на что не намекаю, так что не думай, заранее никаких сюрпризов не запланировано. Ну, смотри, в основном я на такого рода мероприятиях оказываю силу своей работы, потому что обычно мы эти мероприятия освещаем и в последнюю очередь только на них отдыхаем. Знаешь, хорошая позиция, потому что, не позиция, точнее, а хорошее замечание, потому что я обратил внимание, что порой приятно быть простым зрителем. Знаешь, прийти туда не чтобы пытаться у кого-то взять интервью или с кем-то пообщаться, а прийти и просто посозерцать, понаблюдать и ощутить вот эту атмосферу. Да, потому что, как известно, наслаждение, хоть и бывает связано с работой, но чаще всего происходит после или вне. Но я это к чему? Ведь на самом деле в кинотеатрах, в театрах сейчас не очень, как мы говорили, раньше сезон закончился, но, возможно, даже на каких-то выставках в Симферополе происходит много интересных событий, и порой важно знать, куда сходить, во сколько, а главное, на что, потому что содержание все еще остается главным вопросом. Ну, именно поэтому мы прямо сейчас посмотрим нашу следующую рубрику «Афиша». Поиск анапланетян, решение космических задач, калейдоскоп интересных фактов. В детской библиотеке филиала на улице Залесской пройдет викторина «НЛО летит к планете». Начало в 13.00. На больших экранах премьера документального музыкального фильма «БиТиЭс. Открою свою душу». На следующий день после окончания концертного тура популярная южнокорейская группа собирается на одной из парижских крыш. Необычная обстановка располагает к откровениям. Каждый участник коллектива делится личными историями и впечатлениями. Также в кинотеатрах американский анимационный фильм «Король лев». Действия разворачиваются в африканской саванне и повествуют о молодом и храбром льве по имени Симба, который потерял своего отца Муфасу из-за коварства родного дяди. Герои, знакомые с детства, живут на экране и заставят прочувствовать все с самого начала. Руслана Людмила «Перезагрузка» – мультфильм, который порадует не только детей, но и взрослых. История любви главных героев захватывает внимание зрителей с первых минут, а вечная борьба между добром и злом затрагивает тему искренних чувств и их могущественной силы. Руслану предстоит доказать всему миру, что настоящая любовь сильнее любой магии. На больших экранах продолжается показ боевика «Форсаж Хопси Шоу», что, как ни угроза семье и близким, может стать поводом для примирения двух заядлых врагов. Люк – агент разведки США, Декарт Шоу – шпион британских спецслужб. Такие сильные и непохожие. Смогут ли они объединить усилия и дать отпор трудностям? День города Ялты Празднуют очень ярко, это общественные такие масштабные мероприятия, демонстрации, куда выходят не только горожане, но и приезжают жители других регионов Крыма, поэтому мера необходимая. Ну уж, хочу сказать, умеют отдыхать ялтинцы красиво. Если ты уже заговорила о красивом, то позволь мне рассказать, что красоту просто немножко другого рода изучала недавно Татьяна Балыкина. Она погрузилась в мир эстетического такого удовольствия и опять же такие красоты и узнала о современных, самопопулярных тенденциях в бьюти-сфере. Улиткотерапия, пилинг рыбками, ванны из сена и даже массаж кактусами. Чтобы хорошо выглядеть и ловить на себя восхищенные взгляды, женщины готовы в буквальном смысле на все. И пусть эталоны красоты меняются слишком быстро, легкий румянец, свежий, здоровый вид – в тренде всегда. Не сдаёт оборотов и классический уход. Летом барышни экспериментируют редко. Дома маски, в салон хожу раз в неделю, чтобы за собой ухаживать, потому что летом кожа более уязвима, требует больше внимания к себе, но и хочется быть привлекательной. В салон где-то раз в две недели получается ходить. Ну а так обязательно солнцезащитный крем каждое утро. Я летом особо не крашусь, потому что есть солнышко, которое придаёт нам безумный загар. Главное – это только увлажнять кожу, увлажнять волосы. Отказываться ли в жаркий сезон от декоративной косметики – выбор каждого. Но жирная кожа и забитые поры запросто могут испортить не только внешний облик, но и самочувствие. Чтобы этого избежать, можно использовать средства с лёгкой текстурой. Здравствуйте, добрый день. Я на укладку записана. Бажена Аксёнова – частый гость в салонах. Испробовала на себе все чудеса современной индустрии красоты. В этот раз в планах только лёгкая укладка. Уход за лицом тоже доверяет исключительно профессионалам. В обязательном порядке к косметологу хожу, так как из-за солнца портится лицо и волосы. Питаю маски, масло для волос. Обязательно увлажняю волосы с помощью щайца для волос. Цена этого щастия – именно так называется процедура для волос – 3-5 тысяч рублей. Мастера утверждают, при правильном уходе даже на окрашенную шевелюру солнце влияет некритично. В арсенале у специалистов щадящая краска и средства от сухости и секущихся кончиков. Хорошо выглядеть девушкам хочется всегда. И зимой, когда на улице минус 20, и летом, когда плюс 30. Если большая часть домашнего ухода актуальна всегда, то в жару некоторые салонные услуги делятся на те, без которых не обойтись, и те, которые противопоказаны. Таким относятся травмирующие кожу косметологические процедуры. Например, различные инъекции. Летом делать уколы красоты врачи не советуют. В это время года лучше воздержаться и от лазерных вмешательств. Желательно исключить все лазерные методики, особенно по лицу. Например, работа с рубцами, омоложение лазерное. Летом, конечно же, нежелательно делать, а точнее противопоказано делать, серединные глубокие химические пилинги. Так как кожаное сало вырабатывается намного чаще, то мы советуем пациентам, несомненно, делать уходовые процедуры, увлажняющие процедуры, процедуры по очищению кожи. Безопасны в жару и коктейли для мезотерапии. Сегодня их можно делать и без уколов. Средняя цена процедуры от 3 до 15 тысяч рублей. Но если без кардинальных вмешательств не обойтись, стоит помнить, что в течение двух недель придется воздержаться от сауны, солярия и отдыха на пляже. Татьяна Балыкина, Рустам Пайзулин. Утро нового дня. Татьяна Балыкина, Рустам Пайзулин. Утро нового дня. Но главное, друзья, сердцем не стареть. Кстати, об этом и не только поговорим с нашим гостем, который уже ждет нас в нашей, ну скажем, гостевой и вполне себе уютной студии. Вообще, ты знаешь, да, что люди пожилого возраста требуют специального подхода, специального ухода, а главное, что и лечить их нужно по-особенному. Безусловно, потому что с возрастом мир воспринимаешь немножко иначе. И в этом тоже ничего плохого нет. Доброе утро. Да, об этом поговорим с нашим гостем. Игорь Лукьянов, начальник Крымского республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн. Здравствуйте. Доброе утро. Насколько мне известно, у вас сейчас проходит специальная программа. Причем программа обучения молодых специалистов по работе с людьми пожилого возраста. Как называется, что это вообще, если можно подробнее? Да, у нас сейчас проходит обучение. Обучение у нас проводит российский геронатологический научно-клинический центр в городе Москва. На базе нашего госпиталя обучаются врачи. На сегодняшний день это около 17 человек. Те врачи, которые будут организовывать работу первичного звена по работе с пожилыми людьми геронатологического возраста. Те люди, которые будут создавать кабинеты у себя в городах и районах. И те люди, которые будут первыми встречаться с этими пациентами, которым требуется помощь, которым требуется профилактика, которым требуется обучение. И сейчас на базе нашего госпиталя проходит эта учеба. Она очень серьезная. Приезжают специалисты различного профиля, читают лекции, идет вебинарное прослушивание. Очень важная ситуация организовать работу так, чтобы первичное звено было очень доступно. И вот сейчас формируется именно та структура, которая будет объединять и организовывать работу, приближаясь к пациенту. Вы сказали 17 человек. Это 17 ребят, которые останутся на полуострове потом или все-таки разъедутся по другим городам страны? Нет, это те люди, которые будут работать именно в городах и районах Крыма. На сегодняшний день у нас в госпитале организован центр с 3 июня. Геронтологический центр, который является научно-организационной методической базой для организации работы по всему полуострову. И вот в рамках этой подготовки, организации структуры, подготовки структуры геронтологической помощи у нас в Крыму. И как раз проводится эта учеба. Надо подготовить врачей-специалистов, которые организуют работу на местах. До конца года планируется открыть около 21 кабинета по всем регионам Крыма. И эта структура даст возможность именно оказывать помощь в том объеме, в том качестве, которому необходимо. Геронтология – это целая дисциплина, насколько я понимаю, деле. У нее есть свои нюансы и вот сложности, особенности. Чему именно обучают специалистов? Возможно, пожилые люди требуют специального ухода или… Да, безусловно. К сожалению, обучение студентов в медицинских вузах очень часто упускается в этот момент именно индивидуального подхода к пожилому человеку. И вот формируется система понимания оказания помощи пожилым людям. Она очень индивидуальна. Я вот когда начинался курс, общался с врачами, которые пришли. Это врачи, в основном, были терапевты общей практики. И когда общался с ними, я объяснял и говорил, что вот когда вы закончите обучение, ваше понимание как врача полностью изменится. То есть вы поменяете вообще понимание и структуру и подход к лечению пожилых людей. Это очень индивидуальная программа. И это должен знать, ну не только геронтолог-геронтолог, это должен знать и терапевт первичного звена, и терапевт в стационаре. И структура, она… Ну очень часто даже задача врача не назначить лекарство геронтолога, а отменить его, чтобы этот препарат не принимал, который можно заменить другими. У пожилых людей особенности обмена веществ, особенности психологические, психоэмоциональные. Они очень важны, их надо учитывать. И вот для этого существует так называемая комплексная геронтологическая оценка, которая позволяет оценить пациента, выявить факторы риска. Очень важный фактор риска – это фактор риска падения человека, чтобы человек просто не упал. Потому что человек, который упадет в пожилом возрасте, это, ну, их еще называют хрупкими людьми, может привести к серьезным травмам, что очень плохо может сказаться на продолжительности жизни. И вот очень важна профилактика. Профилактика, ну, одно из звеньев – это профилактика падений. Ну и различные другие моменты. И вот оценить эту ситуацию, понять, как разработать ту революционную или индивидуальную программу для пациента, вот должен врач-гириатор. Поэтому вот обучение происходит, формируется такая структура, и понимание врачей, которые приходят уже в эти кабинеты, будет отличаться. И даже они будут спорить потом с врачами других специальностей, которые будут заставлять и говорить, надо работать по стандартам. Но очень важная составляющая врача-гириатора – это лечить не болезнь, а больного. Это комплексный подход к пациенту. И вот этой комплексностью, вот этой вот задачей понять, оценить, вот это вот сейчас обучается и очень важная составляющая наших врачей-гириаторов. Тот подход, в котором так нуждаются люди преклонного возраста. Спасибо вам большое за беседу, за то, что вам нам рассказали, что такое обучение проходит у нас на полуострове. Это очень здорово. Да, совершенно верно. У нас в гостях, напоминаю, был Лукьянов Игорь, начальник Крымского республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн. Ну, и совершенно верно. Как в свое время появилась специальность педиатр, врач, который работает непосредственно с детьми, так сейчас появляются и доктора, которые уделяют свое внимание людям пожилого возраста. Все бежит, времена меняются, и вместе с ними развивается и наука. Но знаменательные важные события происходили в течение и на протяжении всей истории человечества. И специально об этом наша следующая рубрика. 8 августа отмечается Международный день офтальмологии. Дата учреждена в честь дня рождения известного российского окулиста Святослава Федорова. Сегодня с заболеваниями глаз сталкивается 98% населения планеты. В этот день традиционно проводятся семинары и лекции, посвященные профилактике болезней органов зрения. Также сегодня поклонники кошек празднуют Всемирный день своих четвероногих любимцев. Усато-полосатые животные для многих стали больше, чем просто питомцами. Для одних они символ домашнего очага и уюта, других привлекает независимость и гордый нрав животных. Но как бы там ни было, мурзики и барсики давно стали неотъемлемой частью человеческой культуры и быта. 449 лет назад прекращена третья из девяти религиозных войн во Франции. Религиозные или гугенотские войны – серия гражданских конфликтов между католиками и протестантами. Межконфессиональное столкновение, а по сути борьба за власть между правящей династией Валуа и домом Бургонов, привело к расколу государства. Завершилось противостояние торжеством католиков и восшествием на престол Генриха Наварского. 8 августа 1786 года горный проводник Жак Бальма и естествоиспытатель Мишель Пакарт взошли на высочайшую точку Европы Пик Монблан. Гряда возвышается на 4810 метров над уровнем моря. С покорением этой вершины была начата эра альпинизма. В этот день, 204 года назад, Наполеон после победоносных 100 дней и второго отречения отправился в ссылку на остров Святой Елены. Изнывая в изоляции, великий полководец начинает документировать свои воспоминания. Мемуары Бонапарта стали самой читаемой книгой 19 века. 8 августа 1877 года родился Александр Ханжонков. Русский предприниматель, организатор кинопроизводства, режиссер, сценарист, пионер, кинематограф. Его творчество тесно связано с Крымом. После революции он организует полноценное кинопроизводство в Ялте. После разгрома армии Врангеля эмигрирует в Европу. Однако позже, по приглашению красной власти, возвращается на родину и продолжает работу по становлению советского кинематографа. 19 лет назад ученые из США и Великобритании впервые объявили о начале опыта по клонированию человека. Однако на сегодня эксперименты с геномом Homo sapiens запрещены законодательно в 70 странах. Тем не менее, ученые полагают, что в будущем выращивание клонированных органов позволит сделать прорыв в трансплантологии. В этот день в 2008 году состоялось торжественное открытие 29-х летних Олимпийских игр в Пекине. Девизом соревнований стала фраза «Один мир, одна мечта». Спортивные состязания собрали рекордную 5-миллиардную аудиторию зрителей у экранов телевизоров. 5 сотен. Именно такое количество нелегальных перевозчиков, ну или называйте их черными таксистами, выявили сотрудники ГИБДД на полуострове за последнее время. Вот большое количество, скажем так, авантюристов пытаются подзаработать таким образом? Мало того, что пытаются подзаработать таким образом, так и еще не указывают надлежащие услуги, вот сервис несоответствующий, то есть обычно нет детских кресел, нет, опять же, такие условия для того, чтобы перевозить определенное количество людей, но тем не менее они решаются это делать. Знаешь, да, вот я тоже хотел только сказать, что тут уже главным вопросом является не то, сколько это легально и нелегально. В первую очередь вопрос элементарной безопасности, потому что этот человек, не пройдя специальную подготовку, не имея специального оборудования, может просто вовремя не среагировать, ну, не среагировать, да, или не спасти вас даже. Да, чем это может закончить, это уже другой вопрос, потому что в такие моменты несешь ответственность не только за свою жизнь, но и за чужую. Конечно, поэтому я сейчас переживаю, у нас в городе наш мобильный корреспондент Ольга Литвиненко, сейчас бы кто-нибудь скажет так, двоих до Ялты за полцены, и Оля возьмет и уедет, а кто же выйдет на стрим, поэтому побыстрее с ней поздороваемся, да, чтобы... Доброе утро еще раз, Оля. Привет. Доброе утро, коллеги. Нахожусь я на одной из исторических улиц Крымской столицы, на улице Далгоруковской. Хочу сказать, что она славится не только своим историческим прошлым, но также аварийным состоянием балконов. Хочу сказать, что вот буквально недавно при мне упал вот такой вот кусок штукатурки. Также хочу заметить, что по свидетельствам проживающих в этом доме людей, прям при них бывает такое, что падают балконы, падают вот такие куски на машины, а также летят прохожих. Так, хочу заметить, что сейчас здесь балконы вот огорожены, есть табличка «Осторожно, аварийные балконы, просьба по тротуару не ходить». Вот, хочу показать, продемонстрировать, собственно, состояние, состояние исторической достопримечательности. Итак, вот такие балконы украшают эту улицу. Также вот хочу сказать, что работы здесь проводятся, потому что два балкона здесь спилили. Вот сейчас покажу, где они находились в данном случае. Вот там наверху, вы видите, остались части от них. Итак, хочу сказать, здесь ходит постоянно плотный поток людей, потому что рядом находится также детская поликлиника, здесь проходят мамочки с колясками. Вот, ну, при мне уже ребятишек пять прошло. Вот, балконы здесь находятся в аварийном состоянии. Также вот здесь точно такая же ситуация. Вот, по балконам. И вот, пожалуйста. Вот, но хочу заметить, что этому делу будут давать ход, потому что по Симферополю 25 домов находятся в таком же аварийном состоянии, и в первом списке на реконструкцию находится именно этот дом на Долгоруковской. Потому что много, много очень замечаний местные, в смысле, жильцы дома писали не раз об этой проблеме. Но также здесь, помимо балконов, существует еще одна, я считаю, немаловажная проблема, ну, как и во всей России. Вы уже, наверное, догадываетесь, о чем речь сейчас будет идти. Также здесь не только дом столетней давности, но и брусчатка. Итак, вот, пожалуйста. Такая вот брусчатка у нас, да. Мы здесь можем пройтись. Особенно с колясками здесь, наверное, удобно ходить. Вот. Ну, насчет дорог, честно, пока никакой информации нет, но дом в скором времени, даже в ближайшее время, будут реконструировать. На что, конечно, мы все надеемся, уповаем и будем ждать. Студия, вам слово. Уже 7 месяцев, Саша, я встречаю свое утро возле тебя. Ну, естественно, не каждый день отдыхать тоже нужно, даже друг от друга. Я думаю, что он сейчас имеет в виду, что уже более полгода мы каждое утро стараемся радовать... Тортуем, да, и фиро наше шоу. И вот я к чему это говорю. ...в разных студиях. Да, спасибо, что объяснила. Я это спрашивал к чему на самом деле. И до сих пор вот знаю, казалось бы, про тебя уже чего только не знаю, и до сих пор не выяснил самый главный вопрос. Вот сейчас внимание, прилиньте к экранам, потому что, Саша, ты за собак или за кошек? Я люблю всех, и у меня дома нет никого. Как-то так. Самый правильный способ кого-то любить, это на дистанции, я считаю. Но все-таки, вот предпочла бы ты кого? Собаку. Собаку, да? Слушай, ну многие не согласятся, я хотя и согласен, но многие готовы поспорить. И они тебе сразу бы сказали, да, ты сначала на выставку кошек сходи, а потом уже решай. Собаку или кошку. Да, мы с тем схожу на выставку кошек, тем более недавно на одной из них уже побывала Татьяна Шаманаева. И как это было, она прямо сейчас нам и расскажет. Никогда не упускаю возможность побыть в зале, где много кошек. Ведь даже созерцание усатых мордочек, доказано учеными, положительно влияет на настроение человека. Ну как не залюбоваться вот этим неземным существом? Перед вами бенгал, гибрид дикой кошки и домашней. Кевин у нас очень красивый. У него такие яркие розетки. Он очень добрый, ласковый. Спит с нами в кровати. Выведением новых пород люди занимаются сотни лет. Сейчас зарегистрировано более 700. Не так давно в Крыму появились популярные во всем мире мейнкуны. Самые большие домашние кошки в мире. Их длина доходит порой до 1 метра 35 сантиметров. Горе, она такая у нас очень своеобразная. Она леди. Она будет сидеть и ждать, пока все покушают. Потом пойдет она кушать. Естественно, ей ничего не достается. Поэтому приходится открывать новые пакетики. Ей достается все самое лучшее. Она знает, что она делает. На выставке можно познакомиться как минимум с двумя сотнями кошек разных пород. И выбрать себе домашнего любимца. Ну, из хорошего я тебе хочу сказать, что вот сейчас с этой крыши видно, насколько светло, хорошо, тепло в Симферополе. Было такое морозное утро. Вот немножечко так вот, даже не побоюсь этого слова, пакостно. Но с другой стороны сейчас вообще... А ты смелый, я таких слов не боишься, пакостно. Я просто всегда буду такие слова произнести неправильно, знаешь? Ты знаешь, может быть и неправильно, зато вот, мне кажется, именно они передают вот то, что ты хочешь донести. Вот, и более того, в такую погоду выйдет большое количество горожан. Я уверена, сегодня на улице Крымской столицы, да и не только. И снимут очень много разных видеороликов о том, как они отдыхают в Крыму, как они ездят на моря, как они работают, либо проводят свой день. И соловечки там тоже будут разные. Знаете, откуда мы это знаем? Да потому что мы вот этими руками и составляем для вас следующую рубрику. Не все симферопольские водители придерживаются правил дорожного движения. Очевидцы сняли, как иномарка проехала по пешеходной зоне прямо в центре города. Автохамы не смутили даже мама с ребенком, которые шли по тротуару. Кажется, не у всех утро начинается с кофе. Эти молодые люди предпочитают с напитков покрепче. С выбором в магазине определились быстро. Но вместо того, чтобы расплатиться за товар, мужчины спрятали бутылку в куртке. Только не учли, что все это время их снимала камера наблюдения. Дармовщину любит и героиня этого ролика. В Алуште женщина решила порадовать себя розами. Далеко ходить за цветами не стала. Вырвала их прямо из клумбы. За что и попала в нашу рубрику. После обильных дождей в Симферополе начали рассыпаться балконы. Один из них находится на улице Долгоруковской. Упавший камень с этой лоджии чудом никого не задел. Негодование в социальных сетях вызвало следующее видео. Пользователям не понравилось стремление девушки навести порядок. Нет, то что в заведении заботятся о чистоте только плюс. Но вот половую тряпку все-таки лучше отжимать ведро, а не раковину, где моют посуду. Вчера на въезде в Ялту образовалась настолько длинная пробка, что некоторые отдыхающие вышли из машины и пошли в город пешком. Среди них был и Григорий Лепс. Самый лучший день – пробки ехать лень. В завершающие дни фестиваля «Генуэзский шлем» состоится большой ролевой турнир. Бои будут проходить на аресталище в специальной огражденной площадке. Главное условие – наличие костюма, соответствующего духу средневековья. На месте можно будет взять в прокат оружие для сражения. Состязание запланировано на 17 и 18 августа. Знаешь, вот хочу искренне сказать, как я считаю. Утро нужно начать, конечно, с того, чтобы встать вовремя. Возможно, с чая, но еще и с песни. Потому что запеваючий, играючий день проходит гораздо быстрее и веселее. Вот такие же мысли и у меня, что этим утром очень хочется спеть. Что мы, в принципе, и готовы уже сделать, может быть, немножко с нашими гостями. Ой, знаешь, я, возможно, напротив, не рискнул бы петь перед нашими гостями, потому что, ну, как известно, пою я себе не очень хорошо, потому что, скорее, это больше похоже на крик дикого животного. Но это не приговор. Это не приговор, это все можно исправить. Кстати, об этом и поговорим, потому что гости у нас сейчас совершенно необычные. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас Надежда Старкова, замдиректора Народного Центра Народного Искусства Уральского, да? Насколько я понимаю. И Зайцев Николай, художественный руководитель Уральского государственного академического русского народного хора. И поговорим мы, между прочим, о необычном конкурсе. Правильно? Раскрыть, пожалуйста, что происходит. Вчера у вас было большое масштабное мероприятие. Как прошло? Вы знаете, очень хорошо. Мы с большим туром в Крыму. У нас уже более 11 концертных площадок выступления Уральского народного хора. И вчера буквально мы в Симферополе дали большое концертное выступление. И мне очень порадовали зрители, слушатели. Настолько они эмоционально нас встречали. Ну а мы, артисты, дарили, вкладывали всю душу в свое творчество. Потому что, вот знаете, столько было разных концертов. Была совершенно разная погода. Мы попали... И под дождь. И под дождь. И я навсегда, наверное, запомню, как мы побывали в городе Керчи. И там на концертное выступление в ливень в тот самый момент зритель шел. Он буквально босиком шел на концерт Уральского хора. И это большая благодарность от зрителя. Это большой и низкий поклон. Это дорогого стоит. Это и есть же, как я понимаю, настоящее признание. Да. 11 концертов, да? Вот во всех городах, наверное, на Крыму уже успели побывать. Мы побывали, мы уже побывали и в Ялте. И мы и в Николаевке, и в Порт-Инете. Сейчас мы, вот буквально завтра мы уже окажемся в Алуште. Сегодня у нас концертное выступление в Евпатории. Концертных выступлений много. И мы каждый раз дарим свое искусство. Хочу сказать, что уральский народный хор – это не просто хор, который поет. Но у нас еще и балетная группа, и оркестровая группа, и фольклор вообще – это синтезирующее искусство. Это синтез разных жанров. И универсальный артист. Артист должен и петь, и танцевать, и играть. И все это одновременно. Потому что 21 век диктует свои темпы, свои ритмы. Но самое главное – мы никогда не забываем традиции наши народного искусства. Мы и поем, и пляшем, и играем. И поэтому наша концертная программа построена так, чтобы мы прикоснулись к традициям Урала. Чтобы кто-то познакомился с ними, кто-то, может, вспомнил. Мы исполняем песни советских композиторов, и российских композиторов, современных композиторов. Но в народной манере. Вот не могу не спросить. Понимаю, что вопрос напрашивается сам по себе. Как крымская атмосфера, крымская погода вообще способствует ли она выступлением? Возможно, задает особой пряности выступлением. Да, создает. Я просто слушаю ваш говор, и я сразу вспоминаю. Для меня это сразу очень отличительная особенность. И хочу сказать, что вот эта атмосфера всего такого национального и крымский какой-то характер интересный. И это создает атмосферу. Мы каждый раз что-то новое открываем на любой концертной площадке. И всегда зритель настолько тепло принимает. Это большая для нас победа. И знаете, еще для меня что? Что приходят дети, приходят молодежь, и от начала до конца все слушают. Им это интересно. Вот это тоже победа для нас. Потому что жанр, которым мы занимаемся, к сожалению, он сейчас, в 21 веке, не настолько форматен. Но я говорю всегда, пусть мы не формат телевидения, но мы формат души. И для каждого, для каждого в определенный момент наступит тот момент, когда захочет окунуться в народные истоки. Народные истоки, тем более уральский народный хор. Хоть мы и занимаемся народным искусством и традициям Урала, но у нас больше 10 национальностей в хоре. И татары, и башкиры, даже лесгины у нас есть. Но все это объединяет любовь к русскому народному искусству. Это наша главная задача объединять и показывать, и дарить зрителям наше искусство, как я уже сказала. Надежда, позвольте задать вопрос вам. Скажите, пожалуйста, по организации гастролей на полуострове. Вообще, все ли проходит гладко, все ли хорошо? И как встречают вообще организаторы, да, местные? Тур действительно очень масштабный и большой. У нас в целом получилось 14 мероприятий. Вот 11 из них уже состоялось. То есть география масштабна от востока до запада, с запада до востока и фактически на всех возможных концертных площадках. Были небольшие сложности, но с благодарностью я говорю каждому, каждому куратору площадки, что было оказано все возможные содействия. И люди всячески, да, старались помочь нам в организационных вопросах и в продвижении, и в логистических вопросах, и размещении коллектива, и в организации работы на площадке. Это дорогого стоит, и каждому-каждому большое спасибо, кто с нами сотрудничал в этом, в рамках этого тура. Уверена, что вы отблагодарили тем, как выступал ваш коллектив. Это, наверное, была самая лучшая благодарность. — Разумеется. Ну и финальный вопрос. Зрителям наверняка уже интересно. Вот сегодня в Евпатории. Где еще вас можно будет увидеть и услышать? — Вот последние три. Где мы достанем? А не в Евпатории? Еще два, да, осталось? — Евпатории. Сегодня в 7 вечера театр имени Пушкина. Завтра с Алушта, санаторий Алушчинский в 20.00. И получается, послезавтра город Севастополь, Ленина 25, Севастопольский центр культуры и искусств. — Мы всех ждем и приглашаем, потому что билетов все меньше и меньше, а в некоторых уже и нет. Но мы всегда ждем нашего дорогого зрителя, и всегда ждем не только на наши концерты, но и ждем к нам в гости на Урал. — Безусловно, может быть, вы кого-то так и привлечете, еще и переманите наши... — У нас уже есть такие поклонники, которые готовы приехать в Екатеринбург послушать уральский хор. — Да, приехали в наш многонациональный Крым, своим многонациональным коллективом, еще и крымчан наших увезете. — Ну, как заразили, да? — Мы тоже в гости к вам, и приглашаем в гости к нам, да. — С удовольствием. — Ну что же, да. Спасибо вам большое, Надежда и Николай. Спасибо, что приехали к нам на эфир и тоже зарядили нас таким хорошим настроением. Ну, а мы, надеемся, поделились с вами бодростью. Я напоминаю, что у нас был замдиректора концерта гастрольной деятельности и художественный руководитель Уральского государственного академического русского народного хора. Это Надежда и Николай пришли к нам в гости сегодня. Но я хочу напомнить, что, конечно, в искусстве нет ничего красивее, чем эклектика, чем сочетание двух разных начал. И поэтому, возможно, именно наш южный темперамент позволил так бодро и так интересно раскрыться этнике и народной музыке. Но в интернете, я не просто о нем заговорил, тоже эклектики полным-полно. И уж поверьте, мы отбираем все самое интересное, ну, самое насущное. Поэтому прямо сейчас предлагаю вашему вниманию следующую подборку. Затопленная военная техника на дне Красного моря в Иордании появился музей под водой. В данный момент туристы могут увидеть 19 экспонатов, среди которых зенитные орудия, боевые вертолеты, даже БТР. Выставка находится у берегов курортного города Акаба. Утилизация с последствиями. В Испании парень, работая в компании по переработке бытовой техники, решил выбросить холодильник в овраг и снял это на видео. Ролик быстро дошел до руководства. Сотрудника уволили и оштрафовали на 45 тысяч евро. Опасная езда по воде. В Австралии молодой человек решил проверить возможности своей лодки. Но сочетание большой скорости и встречного ветра оказалось фатальным. Судно перевернулось. К счастью, как видно на кадрах, для героя ролика трюк закончился без серьезных последствий. Чайки терроризируют посетителей паба. Пернатые хулиганы уже не только собирают объедки, но и выхватывают еду прямо из рук. Администрация заведения беспокоена данной ситуацией и всячески пытается бороться с воришками. Один из рассматриваемых вариантов – завести хищных птиц, которые должны, сидя в вольерах, одним своим видом отпугивать наглых чаев. Когда вещей так много, что проще перевести целый дом? На самом деле это старые филиппинские обычаи. В небольших селениях мужчины помогают нести дом соседа, решившего переехать в другое место. Считается, что традиция приносит удачу человеку, разделившему чужую ношу. Французу удалось перелететь через Ла-Манш на собственном изобретении. Мужчина самостоятельно разработал флайборд. Полет длился 23 минуты на высоте около 20 метров над уровнем моря. Во время пути смельчак лишь раз спустился на заправочное судно для смены рюкзака с топливом. Пробежка как искусство. Бегать в мегаполисе – итак задача непростая, но американец пошел еще дальше. Житель Сан-Франциска отслеживает свои тренировки с помощью популярного фитнес-приложения. Маршрут его передвижения складывается на карте в настоящие рисунки. Например, портрет художницы Фриды Калла. Чтобы создать это изображение, пришлось пробежать 46,5 километров, на что ушло больше шести часов. Знаешь, после встречи и тем более общение с творческими людьми всегда остается очень приятной. И даже не могу сказать слово «осадок». Это послевкусие. Послевкусие, да, остается приятное послевкусие. Именно поэтому мне не терпится связаться с нашим мобильным корреспондентом Ольгой. Как известно, она знаменитая рукодельница. Ну и к тому же вообще увлекается творчеством всех планов. И танцует, и стихи пишет. Поэтому посмотрим... Сейчас в прямом эфире разговаривает. Посмотрим, что она нам сейчас расскажет. Доброе утро, коллеги. Как известно, спорт – это жизнь. И это доказывают на своем личном примере жители крымской столицы. Я нахожусь на стадионе «Фиолент», где ежедневно проходят тренировки. Люди приходят сюда, находят свободное время и занимаются спортом и своим здоровьем. И здесь вот совершенно недавно я познакомилась с замечательными Святославой и Светланой. Доброе утро, девушки. Расскажите, с чего начинается ваш день? Как часто вы приходите на этот стадион? Наш день начинается с пробежок. Мы ходим сюда два раза в неделю, вторник и четверг. После пробежки мы себя великолепно чувствуем, из-за этого мы сюда ходим. Пробегаем где-то в среднем 10 кругов, 10-5, смотря какое настроение. Сколько времени у вас уходит на это? Очень мало. Всего лишь 20 минут, а потом на целый день заряд бодрости мы получаем. А вы что нам скажете? Я пока отпуск хожу на стадион, в рабочее время, это мой тренер. Я хожу в зал, то есть три раза в неделю в зал, два раза в неделю на стадион. Тоже полный ЗОЖ, да? Да, полный ЗОЖ, а вот ватичка и стадион. Спасибо, не буду вас задерживать, вам нужно уже тренироваться. Да, до свидания. Хочу сказать, что здесь на самом деле очень-очень много людей, разных возрастных групп, категории. И мне просто бежит, но, к сожалению, не смогу я. Ну и что не может порадовать, так это еще и то, что Севальстопольские предприятия с начала года добыли почти 16 тысяч тонн водно-биологических ресурсов. И этот улов включает не только рыбу, но и мидии, креветки, рапаны. Ой, как я их люблю, передать тебе не могу. То есть морепродукты, проще говоря, да? Это просто страсти моей жизни, вот честно. Слушай, сейчас вообще такое расскажу, на самом деле. Может быть, телезрители сейчас будут сидят, да я это знал всю жизнь, что ты рассказываешь. Но оказывается, в средиземноморской традиции, вот мы все любим, например, креветки в сливочном соусе или подобное. Оказывается, что по-настоящему в той кухне, откуда все эти блюда пришли, никогда не сочетаются морепродукты и морепродукты. Это запрещенное сочетание. Да, ну там, конечно же, можно и томат, но добавить, например, сыр в морепродукты, это преступление в средиземноморской кухне. Так делать нельзя. А у нас вот любимые, да, паста с сыром, с морепродуктами и прочее. Так что... Слушай, получается, это и пицца, если она с морепродуктами, то она без сыра? Она идет, да. Ну, вообще, начнем с того, что пицца на белом соусе – это изобретение не совсем средиземноморское, это изобретение материковой Америки. Вот, но и... А именно на белом соусе, который знаем все мы, это вообще изобретение исключительно наше. Славянское. Да, потому что такой белый соус, как делают в пицце у нас, это несуществующий квадроформат же 4 сыра, так не делается на самом деле. Но, тем не менее, все равно кушать можно. Я это вот к чему говорю. На самом деле, большое количество предметов и вообще явлений можно приспосабливать под себя, и от этого они не становятся хуже и не становятся другими. Знаешь, они становятся особенными. Вот, например, из чаши, как известно, можно не только пить. Да, и чаша может еще и петь. Каким именно образом, расскажет Саляя Салямова. Звукотерапия. Один из методов лечения, известный с незапамятных времен. Несмотря на то, что сегодня эта практика за рамками науки, интерес к ней проявляют во всем мире. Крымчанка Ольга Слюсарчук четвертый год изучает звучание гонга. И начинаем играть очень-очень мягко, чтобы он дал первый звук. Это как бы гонга оповещает, что мы сейчас начнем на нем звучать. За это время пришла к выводу, от сложных недугов музыкальный инструмент, конечно, не избавит, а вот нервы и чакры привести в порядок поможет. Сегодня мастер звукотерапии обладает самой большой коллекцией гонгов России. Их у нее 11. И это при том, что найти два одинаковых в мире невозможно. Уникальность гонга в том, что звуковые волны накладываются одна на другую, создавая сложные тона. Звучание настолько разнообразное и объемное, что некоторым людям слышится арфа, барабаны и даже оркестр. Но, к сожалению, ни одна аппаратура этот звук передать не может. Целительным эффектом обладают и поющие чаши. Все они сделаны вручную в Непале. В состав таких сосудов входит 7 видов металла. Но по одной из легенд, обязательным компонентом должно быть железо с упавшего метеорита. Якобы именно это и придает особенное звучание маленькому оркестру. Они все настроены на определенную чистоту. Каждая пиала может издавать до 20 разных тонов, что, по мнению звукотерапевтов, и оказывает лечебный эффект. А еще поющие чаши используют для нетрадиционного массажа. Пациент не только слышит, но и чувствует по всему телу вибрации. По некоторым сосудам бьют, как по колоколам. Остальные закручивают плавными движениями песта. Это называется эффект холодного кипения. Можно показать, что чаши делают с нашей жидкостью. Мы с вами на 70% состоим из воды. После погружения в океан звуков и вибраций отмечаем. Сакральная церемония медицинскую процедуру не заменит. Но совершенно точно, что такой бальзам для души поможет расслабиться, избавиться от стресса и усталости. Салия Салямова, Андрей Псом. Утро нового дня. На часах уже практически 9. А это значит, что точно нужно выходить из дома, чтобы успеть на работу, чтобы не опоздать на встречи. Да и вообще, чтобы день прошел максимально продуктивно. Ну а мы со своей высоты внимательно смотрим, как оживает Симферополь. И поверьте, уже пора выходить. Мы находимся на крыше жилого комплекса «Альфа». И вот здесь наш день начинается максимально продуктивно, насыщенно, ярко. Мы надеемся, что мы вот этими эмоциями нам удалось зарядить вас сегодня. Тем более, да, что наш эфир уже подошел к концу. Поэтому пора прощаться, друзья. Сегодня с вами был Артем Андроновский. И Александр Карнович. Заряжали вас настроением. А увидимся завтра. Пока-пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»